Добрый день, уважаемые телезрители! Снова с вами Ангелина. Я хочу сегодня предложить для вашего внимания летнее блюдо. Им насладятся и дети, и взрослые. У нас сегодня детский набор продуктов. Это детские пластелцы, которые любят очень все. Мы перебиваем их в крошечку на блендере, или можно просто скалочку в домашних условиях. Кто-то в детстве всегда любил скушать коголь-моголь. У нас сегодня яйцо с добавлением сахарной пудры, крошка кокосовая, свежеприготовленный мусс из красной и черной смородины. Почему свежий? Я так думаю, что варенье мы с вами можем скушать круглый год, а в летнее время свежую ягоду нужно скушать с удовольствием. И самая большая интрига, которую я хочу вам сегодня показать, мы будем с вами готовить жареное мороженое. Мороженое мы берем любого производителя, и на ваш вкус, какой вы только любите. Фруктовое, шоколадное, ванильное. Какое только пожелаете. Сегодня у меня мороженое с добавлением фруктов, но это нашему рецепту не помешает. Если у вас нет дома вот такой ложечки для мороженого, вы можете взять обыкновенную домашнюю ложку. Набираем шарик мороженого. Опускаем в кокосовую стружечку. Обсыпаем шарик кокосовой стружкой. Кокосовая стружка придает мороженому очень вкусный аромат и вкус. Пластивцы. Аккуратненько придаем формочку. Еще раз. Яйцо. В яйце у нас добавлено сахарная пудра. После того, как мы запанировали наши шарики, нужно сделать это быстро. Постараться, по крайней мере, сделать это быстро. Мы ставим их в морозильную камеру, ну, примерно на 2-3 часа. А сейчас мы будем с вами жарить мороженое. Дорогие друзья, масло должно быть накалено так, когда от него идет легкий-легкий дымок. Тогда мы можем опустить наши заготовочки. Делаем это тоже очень быстренько. Так как продукты у нас практически все готовы, мы придаем нашим шарикам только румяную корочку. Они получаются волшебные с рустячей корочкой, потому что панировочка у нас тройная. Первый слой – это кокосовая стружечка. И остальные два слоя – это пластицы. Обжарили шарики и приступаем к презентации нашего блюда. Ну, как на мой взгляд, ничего не может быть вкуснее свежего мусса, в который мы добавим. Немножечко лимонной кислоты. Как ни странно, красная и черная смородина кажутся кислыми, но сюда очень хорошо подойдет лимонная кислота и сахарная пудра. Я уже добавила. Перемешиваем. Презентацию вы можете придумать любую, какая вам только нравится. Когда к вам приходят в гости, вы можете удивить своих родных и близких и гостей любым шикарным тортиком, но я уверена, что вы не менее их удивите жареным мороженом. И мне очень жаль, что вы не сможете сейчас это попробовать. Но я вам даю честное слово. Съемочную группу Яна Камрёв. Приятного всем аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова